Вора в законе Таро вышлют в Испанию. Он был задержан на прошлой неделе сразу же после освобождения из колонии «Черный дельфин». Вор в законе Тария Ланяна, Таро, будет экстрадирован из России в Испанию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр МВД России. Как отметили в ведомстве, в соответствии с постановлением Солилецкого районного суда Оренбургской области, а также на основании положения Европейской конвенции о выдаче Оняне заключен под стражу с содержанием в Кусизо-Триуфсин России по Оренбургской области для дальнейшей его передачи компетентным органам Королевства Испания, которые подозревают его в отмывании денег и организации преступного сообщества. 9 апреля суд города арестовал законника на 40 дней до 19 мая в день его выхода на свободу из окномер 6 после почти 10 лет заключения. Оняне задержан как лицо безгражданства на основании международного уведомления о розыске и аресте. Кроме того, еще летом прошлого года его уведомили о нежелательности пребывания в России. Сначала в отношении Таро ФСИМ намеревалось установить трехлетний административный надзор. В этом случае законник два раза в месяц должен был бы отмечаться в органах внутренних дел по месту жительства, а также обязательно находиться дома с 22 часа до 6 часов. Как сообщает Расбалт, необходимость таких мер в ведомстве объясняли систематическими нарушениями законника во время отбытия срока. Таковых у него накопилось 253, за что его дважды помещали в карцеры 8 раз в ШИЗа, ПКТ и ПКТ. С 90-х годов Аняни проживал в Испании, где занимался сомнительным бизнесом вместе с другим известным вором в законе Шакры Молодым. В 2005 году местные правоохранители провели одну из крупнейших в Европе полицейских операций СА. Более 400 полицейских с использованием бронетранспортеров и вертолетов обыскали порядка 50 различных зданий в разных городах страны, принадлежавших законнику. Самому Аняни тогда удалось скрыться. Он вновь вернулся в Россию, где в 2006 году получил гражданство. В 2009 году он был задержан по обвинению в похищении бизнесмена и вымогательстве. Мужчину насильно привезли в один из ресторанов, где по указанию Аняни жестоко избили бейсбольной битой. После этого его трое суток держали в квартире, а за освобождение требовали у его родственников 500 тысяч долларов. Получив часть выкупа в размере 218 тысяч долларов, обвиняемые освободили пострадавшего. После этого они, по версии следствия, потребовали от предпринимателя заплатить им оставшуюся часть выкупа. Тогда потерпевшие обратились в правоохранительные органы. В июле 2010 года Хамовнический суд Москвы приговорил вора в законе к 10-му годам заключения. С учетом времени, проведенного под стражей во время следствия, Таро должен был выйти на свободу 11 июня 2019 года. Однако ему удалось через суд добиться сокращения срока наказания до 9 лет и 10 месяцев. Сам Аняни после освобождения планировал отправиться в Турцию. По идее, его должны были сначала выслать в Грузию, откуда бы он незамедлительно вылетел в Стамбул.